Городские власти откликнулись на крик о помощи бездомных пенсионеров. Мы уже рассказывали о пожилой паре, которая стала жертвой мошенников и потеряла жилье. Все это время семья Канайкиных жила в автомобиле. Сегодня Акимат предложил пенсионерам временное пристанище в центре социальной адаптации или комнату в доме престарелых. Вот только на уговоры местных властей сменить старую Волгу на нормальные условия проживания пожилая Чита не поддалась. От помощи пенсионеры отказались. В чем причина? В репортаже Мирамгуль Салкимбаевой. Напомним, пару дней назад мы показывали сюжет о семье Канайкиных, которые стали жертвами мошенничества. История их началась с этого. Три года назад Надежда Петровна и ее супруг Василий Канайкин хотели купить квартиру, отдали за даток некий семездравовая в размере 300 тысяч тенге, а всего причитается 780 тысяч. Но, как мы видим, семья Канайкиных осталась не только без денег, но и без жилья. А чуть позже выяснилось, что квартира оформлена совсем на другого человека. Недавно эту квартиру продали молодой семье. А сегодня стариков посетили местные власти и предложили им два варианта. Это временное жилье в Центре социальной адаптации и реабилитации или в доме престарелых. Проблема, она сегодня готова. Спасибо. Поэтому это не одного дня, чтобы сразу сегодня решить вам жилье, предоставить это, вы знаете, и с положением, и с нормой. Поэтому здесь вот я предложил, вчера вам предложил, и сегодня мы все сделаем, поможем вам приобрести дальнейшем жилье. Неизвестно по какой причине, но пенсионеры отказались. Лучше будем мерзнуть здесь, чем жить там в таких условиях. Туда я не пойду, там без женщины жили, не пойду я. Я лежала со мной в палате, без рук, без ног. А у каждого ее туда отправили, и она туда же опять ушла. Уговаривали семью Канайкиных целый час. Супруги жить отдельно не собираются. Это и есть одно из множеств причин отказа. Однако начальник государственного учреждения отдела занятости и социальной помощи Жанай Скаков за пять минут и эту проблему решил. Однако у Надежды Петровны нашлась другая причина. Когда свет есть, тепло, терпимо, мы тепло одеваемся под ел. На машине ночью, ночью чуть не доверзли. На сегодняшний день домом, в котором проживает Надежда и Василий Канайкины, назвать трудно. По словам пенсионеров, его им одолжил старый знакомый. Когда кушали горячую еды, когда умывались, старики уже не помнят. Каждодневным их питанием стала китайская лапша, но это не самое ужасное. Как раньше сообщалось, у Надежды Петровны случился инсульт. У нее дефект речи. Теперь еще и от помощи отказываются. Как отметил Жанай Скаков, в данное время найти жилье за один день невозможно. И поэтому представители руководства предлагают временное жилье в Центре социальной адаптации и реабилитации. Временно решить вопрос, их поместить в Центр социальной адаптации, где будет за ними ухаживать, рассматривать персонал и решение вопросов с документами, все, которые специалисты будут помогать. Кроме этого, там социальное учреждение, полностью гособеспечение, то есть четырехразовое питание. Там есть медперсонал, который будет ухаживать за здоровьем данных граждан. И отдельные комнаты выделили. История Канайкиных на этом не закончилась. Поменяют ли они жилье, известно будет только завтра. Но мы надеемся, что ответ будет положительным. Потому что в такие холода в машине ночевать невозможно. Миром Гусил Кимбаев, Волженс Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагантинский.